Приветствую! Меня зовут Ольга Коломоец, и я ведущая проекта «Библейские каникулы», где мы изучаем Библию и говорим о вере в семье. Не скучно, а интересно. Хочу посоветовать вам сегодня несколько книг о церкви, или об истории церкви. Первая из них – прекрасный автор Бахметьева «Как небо сошло на землю». Здесь она пересказывает полностью то, что происходило в Новом Завете. Простым, понятным языком, с хорошими такими иллюстрациями, и также затрагивает тему деяний апостолов. То есть не только Евангелие, но и деяние апостолов говорит об этом. Вот есть картиночки апостолов. Хороший язык, приятные картинки, и формат довольно удобный, небольшой. Эта книга – своеобразная энциклопедия, я бы ее назвала. Книга о церкви. Она очень большая и очень емкая. Здесь крайне много информации и о церкви, о том, как устроен храм, о том, как устроено богослужение. Все это вот в такой формате описано. И справа и слева есть всевозможные отсылочки, пояснения, и черно-белые, и цветные. Также о таинствах и обрядах есть здесь. Много глав о праздниках и постах. И о Священном Писании глава тоже очень подробно все описывается. О том, из каких книг состоит Ветхий Завет, из каких книг состоит Новый Завет. И глава девятая посвящена церковно-славянскому языку. Здесь можно узнать о правилах, упражнения найти от изучения церковно-славянского. А также есть словарь. И об иконографии глава, где более подробно говорится об иконах, о том, как их пишут, их названия и тому подобное. Прекрасная книга может использоваться как для воскресной школы, так и для домашнего чтения. И может быть прекрасным подарком. И еще одна коротенькая книжечка, вот такая небольшая, маленькая. Всеночное обдение, божественная натургия и таинство. Можно сказать, что эта книжечка является частью этой. Здесь рассказывается о ходе богослужения также, и о том, что обозначает каждая часть богослужения. Очень интересные иллюстрации, то есть, когда показывается то, что происходит в храме, и что это символизирует, о каком событии евангельском или библейском Ветхозаветном вспоминается. Далее, о литургии также, о ходе всей литургии рассказывается, о каких песнопениях, о чтении Евангелия и таинства. Какие таинства церкви у нас существуют, и какое значение имеет каждая из таинств. Очень красивые иллюстрации мне нравятся. Книги прекрасные, я вам их советую. Если у вас также есть какие-то книги о церкви, о Библии, о Евангелии, о богослужении, пишите сюда в комментариях под этим видео, будем делиться друг с другом. Всего хорошего!